Срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря этого года. Налоговая служба постоянно делает все необходимое, чтобы упростить процедуру оплаты. Так, с 1 января 2023 года в Налоговый кодекс Российской Федерации для физических и юридических лиц введен единый налоговый платеж и счет. Значительные издержки при уплате налогов, большое количество реквизитов, которые необходимо указать в платежных документах, возникновение как следствие невысимых платежей, возникновение недоимки, все это послужило обоснованием, предпосылкой для введения института единый налоговый платеж. Смысл заключается в том, что со следующего года необходимо перечислять общую сумму на единый налоговый счет. Эти деньги пойдут на погашение совокупности налогов, штрафов и процентов. Налогоплательщику необходимо лишь указать сумму платежа и свой инны. В первую очередь идут средства на уплату недоимки, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем начисление с текущим сроком уплаты, в последнюю очередь пени, проценты и штрафы. Также устанавливается единый срок представления налоговой декларации, не позднее 25 числа месяца, а также единый срок уплаты, не позднее 28 числа месяца. Это относится к оплате налога на прибыль НДС, НДПИ, транспортному и имущественному налогу организации УСН и страховым взносам. Предполагаемая система уплаты налогов уже прошла трехлетнюю апробацию и положительно зарекомендовала себя. Введение единого налогового счета позволит создать более комфортные условия для исполнения обязанности по оплате налогов, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом при минимальном количестве ошибок. Юлия Пермякова, Сергей Медведев, Новости дня.